На повестке дня вне очередного заседания Ивановской областной думы кадровые вопросы. Парламентарии проголосовали за прекращение депутатских полномочий своего коллеги Вячеслава Сверчкова спустя полтора года после возбуждения уголовного дела в отношении последнего и два месяца после того, как суд признал его виновным. Свято место пусто не бывает. Вакантную должность депутата на постоянной основе занял Дмитрий Дмитриев. Еще один вопрос повестки дня с кадрами связан косвенно. Группа активистов внесла на рассмотрение в область Берком ходатайство по проведению референдума в Ивановской области. Сейчас депутаты выбирают глав по конкурсу. Мы хотим, чтобы в этом процессе участвовали люди, как и раньше. Мы хотим, чтобы нам дали право провести референдум. И на этом референдуме жители Иванова сказали, нужно ли им возврат выборов, или их это не интересует, пусть выбирают и дальше депутаты. Парламентарии проект закона рассмотрели, проверили на соответствие требованиям действующих нормативно-правовых актов о референдуме и отклонили. Вопрос с предлагами к внесению на референдум не соответствует требованиям федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с тем, что порождает неоднозначное толкование и неопределенность правовых последствий проведения этого референдума. В соответствии с такими заключениями, рекомендациями профильного комитета было принято решение признать вопрос не отвечающим требованиям федерального закона. Однако решение оставить инициативу без внимания поддержали не все депутаты. Коммунисты высказались за референдум, аргументировав это тем, что Ивановской политической арене требуются новые лица. Эта упертая позиция Единой России привела к тому, что Ивановская область испытывает сегодня острый кадровый кризис и отсутствие новых людей в политике, в экономике. Мы смотрим, как правительство Ивановской области до сих пор не могут сформировать корпус заместителей губернатора. Один придет, посадят, другой придет, дело заведут, третий приходит, не тащит тот круг обязанностей, которые за ним закреплены. Однако пламенная речь лидера ивановских коммунистов не изменила мнение парламентского большинства. Итог голосования – 21 голос за то, чтобы отклонить инициативу, 2 против.